Друзья, нашел для вас интересный товар, машина для дозировки питьевой воды, автоматический дозатор не выливается из тяжелых, громоздких бутылок. Высота 15 см. Вечером в понедельник, 13 июня, Воронеж накрыл мощный ливень. Дождь шел около 40 минут, местами переходил в грозу и град. По улицам Воронежа устремились потоки, напоминающие горные реки. Да и глубина их была порядочная, в некоторых местах машины скрывались почти вместе с крышей. Многие наверняка не избежали гидроудара, а значит предстоят хлопоты с оплатой страховки. Надеемся, что такое ЧП подпадает под выплаты. Мощный поток чуть ли не срывал машины с дороги. А чтобы перейти дорогу, порой практически приходилось спускаться вплавь. Впрочем, и центру Воронежа досталось. У ТЦ галерея Чижова на улице Кольцовской автомобили скрывались под водой по крайней мере наполовину. А пешеходам приходилось переходить улицу босиком. Впрочем, мало кто из воронежцев, столкнувшимся с напором далеко не самой ужасной стихии, согласен с тем, что эта ситуация штатная и остается только потерпеть, пока вода не уйдет. Обрушившаяся стихия привела к многочисленным потопам на многих улицах Воронежа. Горожане стали публиковать в сети фото и видео последствий ливня. Также потоки воды в городе привели к отключениям электроэнергии в Советском и Коминтерновском районах. За один час выпало 24 миллиметра осадков, что составляет более трети от месячной нормы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова